Дорога уже готова Ну а самая главная загадка в этой истории Когда же начнется высадка живых саженцев Цветочная неразбериха Почему в Наринмаре до сих пор не высажены пионы и гвоздики Очередная попытка чиновников отмыть деньги Или просто неразбериха Выясняла Алина Ваучейская Спортивный зал тоже признан аварийным Привостить уроки в скульптуры там просто невозможно Спорт вне села В Антиге уже тем летом может решиться Главная проблема местных Отсутствие спортсооружений В деревне планируют построить универсальную площадку Под открытым небом Здравствуйте В эфире итоги недели В ближайшие 30 минут Все самое интересное Что произошло за минувшие 7 дней И не только Большие репортажи, расследования, интервью В Скуделях Танзийске стартуем И традиционно с политики В Наринмаре на этой неделе прошла конференция Парламентской ассоциации Северо-Запада России В столицу региона прибыли представители власти Мурманской и Ленинградской областей А также Архангельска, Новгорода, Республики Коми и Карелия Большая встреча должна была помочь парламентариям разобраться в вопросах От которых напрямую зависит качество жизни в регионах Северо-Запада Многие из них имели крайне важное значение и для нашего субъекта Так, по инициативе председателя окружного собрания Анатолия Мяндина В повестку конференции включили вопрос о предоставлении субсидий Организациям или предпринимателям, реализующим бензин и дистопливо В труднодоступных населенных пунктах Любовь Пермякова об итогах парламентской ассоциации Строгий регламент Пять минут на каждое выступление И никакого дополнительного времени Всего парламентарии рассмотрели 19 проектов Больше всего вопросов вызвал доклад председателя Архангельского областного собрания Виктора Новожилова Тема доклада Территориальное общественное самоуправление Как форма социального партнерства власти и гражданского общества На примере Архангельской области Она очень актуальна и для нашего округа Потому что территориальное общественное самоуправление Или сокращенно ТОС В настоящее время у нас находится на стадии зарождения В НАО создано пять ТОСов На территории Архангельской области Их насчитывается 830. Во-первых, я хочу сказать, что вообще ТОСовское движение в Архангельской области, оно на высоком уровне. И на сегодняшний день очень много субъектов Российской Федерации приезжают, чтобы перенять опыт именно ТОСовского движения в нашей области. Что касается, вот много вопросов сегодня, видите, уже задавали, что такое ТОСы. И как вы вообще, во многих регионах и нет представления еще именно об ТОСовском движении. Но вот на ваш вопрос я бы, наверное, ответил так. Во-первых, это все через конкурс идет. И основные денежные средства идут именно с регионального бюджета. История ТОСов Архангела Городцев имеет более чем 16-летнюю историю. Опыт колоссальный. Архангельская область – лидер России по количеству такой формы гражданской инициативы. ТОСы там есть почти в каждом муниципальном образовании. Благодаря программе по поддержке общественного самоуправления в Архангельске удалось отремонтировать дороги, памятники, колодцы, спортивные площадки, придворовые территории, сельские дома творчества. Если большим ростом ТОСов в Архангельске могут похвастаться и всячески этому росту содействуют, то в Ленинградской области федеральные деньги нужны для предотвращения роста, но уже растительного происхождения. Борщевик сосновский – одно из самых ядовитых растений, прогрессирует на протяжении нескольких лет. Растение, попадая на кожу, вызывает тяжелейшие ожоги, вплоть до первой степени. Сегодня в Ленинградской области 70% районов необходима ликвидация этого растения. Мы в области тратим по нашему бюджету, в Ленинградской области, порядка 35 миллионов рублей в год. Результат не сильно высокий, особо похвастаться нечем. Поэтому здесь нужно скоординировать усилия, а для этого нужно привлечь федеральное участие. Если наше решение, вот сегодня предложение пройдет, и его введут в классификатор опасных растений, то там автоматом переключаются на федеральное финансирование. Кстати, за этот ненужный рост проголосовали все члены Ассоциации Северо-Запада. Также поддержали законодательную инициативу, с которой выступили и наши парламентарии. Она касалась предоставления субсидий организациям и индивидуальным предпринимателям, реализующим автомобильный бензин и дизельное топливо в отдаленные трудодоступные места. До апреля 2014 года в законе об окружном бюджете были предусмотрены такие субсидии. В результате субсидирования указанных затрат в сельских отдаленных населенных пунктах в 2012 году у нас бензин стоил по той же цене, что в городе Наринмаре, вот это 28 рублей, в 2012-м 30 рублей, в 2013-м 34 рубля, то есть по той цене, по которой продавался бензин для населения в городе Наринмаре. По сожалению, в прошлом году была внесена поправочка в статью 78 бюджетного кодекса и такое право, к сожалению, мы потеряли. В результате цена бензина для сельского населения возросла в два раза. Теперь эта законодательная инициатива будет рассматриваться на федеральном уровне. И если Госдума и Совет Федерации ее одобрят, население Северо-Запада, проживающее в отдаленных и труднодоступных местах, будет покупать дизельное топливо и бензин по льготной цене, без учета затрат на доставку. Переоценить значение таких законов очень сложно. Они сразу нашли понимание у членов ассоциации. А вот ряд вопросов, касающихся культуры, сняли с повестки дня. Если обратили внимание сегодня, уж коснусь тоже, значит, сняли восемь вопросов комитета по культуре там и прочее, значит, очень по простой причине. Старая опять эта песня Медведеву, Нарышкину, Матвиенко. Вот такая проблема – осуществите законодательное регулирование. Мы здесь для того, чтобы это законодательное регулирование осуществлять. Не ждать, пока нам кто-то сделает. А наша работа депутатская в том и заключается профессионально. Что мы должны с учетом сегодняшнего состояния дел, законодательной базы, юридических нормативов, создать такой законопроект, который максимально получит поддержку в комитетах Госдумы, в Совете Федерации и станет законом федеральным. Последним вопросом конференции было принятие решения о месте проведения парламентской ассоциации Северо-Запада. Ее решили проводить в городе Калининграде в ноябре текущего года. Любовь Пермякова, Сергей Качегов, телеканал «Север». Ну а тем временем в Наринмаре, поселке Искатели, продолжается масштабная реконструкция дорожной сети. Федеральная трасса, так называемая «Кольцевой» до аэропорта, уже приобрела абсолютно новые очертания. Там новый асфальт. Но вот укладка, впрочем, еще не завершена. За короткий сезон дорожникам предстоит выполнить небывалый фронт работ. Пока успевает, это несмотря на непогоду. Кстати, в планах хозяйственников внесены незапланированные изменения. В ближайшее время дополнительно обновят еще несколько важных дорог. Все подробности в следующем репортаже. Эта строительная техника здесь, на федеральной дороге, работает едва ли не круглосуточно. Ведь чтобы снять старый и положить новый асфальт, у рабочих есть совсем немного времени. Негативно сказываются погодные условия. Даже при незначительных осадках строителям приходится корректировать не только план, но и технологии. Впрочем, отставание от графика сейчас небольшое. Всего неделя. Многие водители считают, что эта дорога уже готова. Сейчас я раскрою небольшой секрет. На самом деле, это всего лишь первый, так называемый, выравнивающий слой. Чуть позже на него сверху положат еще один, уже основной. И тогда общая толщина дорожного полотна составит примерно 8 сантиметров. Как только построят федеральную дорогу, ведущую в аэропорт, рабочие приступят к следующему участку. Новый асфальт со стороны города положат до нового поселка. Фрезеровальные машины, часть старого спокрытия уже сняли. Его снимут и на улице Ленина. Обновлять эту дорогу строители хоть и не планировали, но ямочный ремонт, говорят рабочие, здесь точно нелогичен. В самом плачевном состоянии, в самом дефектном состоянии. Если по городу из пяти дорог брать, в самом дефектном состоянии. Надо все это исправлять. Помимо прочего, асфальт обновят на Первомайской и Хатанзельского. Затем приступят к строительству еще одной дороги, которая получит статус объездной. Она соединит улицы Полярная и Рыбников. Я понимаю, что раньше возили и делали, ну, что попалось, того и делали. Привезли такой, такой, и гранит попадался. А в этом году мы целенаправленно заказали, то есть одним, так сказать, лотом, чтобы нам привезла. Да, компания в том числе и перевезла сюда, там складировала, сеть занималась. На асфальтобетонном заводе горячая пора. В прямом смысле этой установке уже 20 лет, однако качество дорожного покрытия, которое здесь производится, не иначе, как отменное. За сезон завод должен выдать около 30 тысяч тонн нового асфальта. Именно столько потребуется для модернизации дорожной сети. Это словно два разных мира. Прошлое и будущее. Если раньше асфальтовое покрытие делали из известняка, дождь его буквально размывал, то теперь дорожное покрытие делают из габродиабита. Материал очень качественный, его используют в Германии. Материал хороший, даже для приготовления асфальта. Привезен гранитный щепень, отсев. Используется материал хороший, качественный. Там, где замена асфальта не запланирована, проведут ямочные ремонты. Например, на участке отыскателей до нового поселка. Выбойные залатают и на городских дорогах. Впрочем, уже нашлось немало скептиков. Многие водители считают, если ремонтировать, то только капитально. У них получается ремонт как? У них были ямы, теперь у них бугры с этим асфальтом. Так что вот как-то так. Строители, впрочем, не исключают, что следующее лето также станет временем большой модернизации. Дороги нужно приводить в порядок, при этом абсолютно всем. В этом же году удастся обновить больше половины всех дорог. И уже можно смело сказать, для нашего региона это непременно большое достижение. Олег Танзийский, Александр Дуркин, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Ну а вот с 1 июля повысились тарифы на услуги ЖКХ. В среднем в стране коммуналка подорожает на 8,7%. В Ленинском округе чуть больше. В совокупности примерно на 8,9%. Нередки случаи, когда цена предоставляемых жилищно-коммунальных услуг не соответствует их качеству. Это даже несмотря на то, что требования к управляющим организациям ужесточились в разы. Ведь с 1 мая хозяйственники должны работать строго в соответствии с полученной лицензией. В противном случае они ее могут просто лишиться. Но даже этот фактор коммунальщиков, похоже, не пугает. Дому 7 лет, только построенный дом. И вот такая вот, как говорится, даже слов нет. Слова скорее отсутствуют от отчаяния и бессилия. Алексей Игнатенко, житель рабочей 17Б, больше не знает, куда идти и кому писать. Подвал строения превратился в канализационную помойку. Не выдержал септик. Управляющая компания стойко хранит молчание. Запах в этом подвале уж очень отвратительный. Люди говорят, аромат источных вод поднимается аж до последнего четвертого этажа в доме. Люди шутят, они подумывают о коллективной закупке противогазов. Этот дом содержит ненецкая управляющая компания. В недавнем прошлом обанкроченный базис-сервис. Хозяйственники о проблеме, которая превращает жизнь людей в кошмар, конечно же знают. Но ничего не предпринимают. Жильцы уже близки к нервному срыву. Это их проблемы, это не наши. При чем здесь наши проблемы? Жильцы вынуждены платить, сейчас 1 июля будем платить за жилищно-коммунальные, еще больше. И еще больше дышать вот эту зловонию. Вот тут вот ребеночек маленький, она жалуется, жалуется. И уже устала жаловаться. Понимаете? А просто, ну, отписками занимается и все. Коммунальный демарш затронула главного метеоролога Нринмара. В квартире Веры Волик последние два года наблюдаются незначительные осадки в виде дождя. Управляющая компания Нринмарстрой протечку пообещала устранить. Женщина сделала ремонт. После, как гром среди ясного неба, с потолка снова закапала. Вы мне крышу отремонтируете? Я же плачу за содержание, хорошие деньги плачу. За что? Мне сейчас придется опять самой делать все это. Потому что нужно же отбить и не то, что просто так закрасить. Там вот скоро выпадет все. Еще печальнее обстоят дела с горячей водой. Уже 6 лет из кранов жителей Ваучейского 36 течет оранжевая струя. Роспотребнадзор подтвердил, вода плохого качества. Коммунальщикам сделали замечание. Необходимо заменить прогнивший накопительный резервуар. Даже через Роспотребнадзор уже направляли представителю президента бумаги, что прокуратура займется. Пока ВОЗ, как говорится, и ныне там. Вода в кране течет отжавая. Не Кока-Кола, не Пепси-Кола, но ржавая. Вопиющих примеров много. Это Тюмень. Жители аварийной пятиэтажки писали и жаловались управляющую компанию. Но без толку, когда аварийный дом рухнул, виновников, проявлявших годами чудовищную халатность, все-таки нашли. Правда, правоохранительные органы. Пока не обрушится, никто ничем не будет заниматься. Вот и все. С 1 мая чиновники решили заставить управляющие компании работать эффективно, а главное честно. И ввели так называемое лицензирование. Специальный допуск, без которого коммунальщики не имеют права обслуживать многоквартирные дома, получили только те, кто лично прошел аттестацию. В Наринмаре экзамен сдали все хозяйственники. Теперь они работают по новым правилам. В список обязанностей управляющей компании входит более 300 видов работ. Это не только уборка помещений, вывоз мусора, но еще и ежеквартальное обследование конструкции жилого дома. К примеру, если трещина появилась в стене или крыше, то управдом обязан собрать собственников и разработать вместе с ними совместный план действий. Но на деле реформа ЖКХ особых успехов пока не принесла. Управляющие организации, как и ранее, продолжают проявлять халатность и не выполнять предписания инспекций. Впрочем, специалисты обещают, теперь наказывать будут строго. Стоит два раза не справиться, например, не выполнить административные взыскания и лицензию больше не продлят. В случае, если набирается 15% таких по площади домов всего, которые исключены из лицензии, управляющая компания теряет лицензию вообще на управление домами. Самое главное лицензионное требование – это исполнение условий договора. Это обязательно необходимо рассчитываться с поставщиками ресурсов, если деньги идут через управляющую компанию. То есть для чего это сделано? Для того, чтобы управляющая компания не накапливала долги. Особенность лицензирования в том, что последнее слово всегда за жильцами. Они могут даже спасти компанию, пусть и с подмоченной репутацией. Но если же вы недовольны своим управдомом, то необходимо пожаловаться в жилищную инспекцию. И тогда порядок точно обеспечен. Олег Танзейский, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Цветочную неразбериху устроили из программы по озеленению и благоустройству Наринмара. На календаре уже июля город до сих пор находится без цветочного убранства. Ну а все потому, что этим летом высаживать цветы в общественных местах окружной столицы будет не ненецкая агропромышленная компания, как это обычно, а приезжие подрядчики. Впрочем, архангельские озеленители уже предложили ненецкой АПК стать субподрядчиком за 80% суммы контракта. Что же это? Очередная попытка отмывания денег или попросту недоразумение? Выясняла моя коллега Алина Ваучейская. В теплицу езжу уже не первый год, несколько лет. Людмила Хозяинова в тепличном комбинате – постоянный покупатель. Жительница Оксина высаживает цветы в своем дворике, ведь так иногда хочется действительно почувствовать лето со всеми цветами и красками. Что было красиво. Лето у нас не очень важное на севере. И благодаря работникам, заботливым, умелым, таким красивым работникам тепличного хозяйства, мы в своих дворах тоже кусочек лета всегда имеем. В теплицах солнышка в этом году непривычно много рассады. Гвоздики, пионы и другие цветы, которые, кстати, этим летом не будут украшать аллеи и памятники города. Нинецкую агропромышленную компанию не допустили к участию в аукционе по благоустройству. И как бы смешно это ни звучало, из-за одного слова. Единственная наша ошибка, по которой нас отстранили аукционы. Нами было написано такой, здесь есть такой пункт. Посадочный материал является продукцией собственного производства, а сортимер соответствует заявление. Мы не написали слово «Россия». Впрочем, по факту аукциона, как такового и не было. Из четырех поданных заявок три были отклонены. Конкурс выиграло общество с ограниченной ответственностью «Стройком». Цена вопроса – пять с небольшим миллионов рублей. Архангельские хозяйственники сначала решили не браться за облагораживание территории Наринмара и предложили агропромышленной компании стать субподрядчиками. Представитель компании мне позвонил и предложил, чтобы мы пошли на, то есть заключается договор субподряда с 20% снижением от максимальной цены. Максимальная цена этого контракта, как я понимаю, с той компанией этот контракт заключенный, 5 миллионов 145 тысяч, то есть минус 20% – это 4 миллиона. Мы на эти условия не согласились. Остальные 20%, по всей видимости, горе-озеленители решили оставить себе. Впрочем, в телефонном интервью исполнительный директор компании «Стройком» заявил, что никому ничего не предлагал. Была информация, что вы с «Солнышко» в Ненецкой агропромышленной компании предлагали стать субподрядчиками за 80% от контракта цены? Не знаю ничего подобного. Я не встречался ни с кем. А, ну просто телефонный разговор нам сказали. Был такой, что вы звонили и предлагали? Не знаю, у меня не было такой информации, чтобы были моменты на субподрядные работы взять, ли не моменты в работе, но не все полностью. Может быть, это исходило не от нас? От кого? Не знаю, у кого есть колонные какие-то камни. Я не буду разглашать девушку с чьей стороны, еще у кого есть какой интерес. Судя по оправданиям директора «Стройкома», заинтересованные лица все-таки есть. А что же на эту историю думают заказчики? В «Чистом городе», как всегда, от интервью сначала отказывались, мол, вечно мы делаем из руководства этого предприятия дураков. По словам директора, они недовольны тем, что конкурс выиграла сторонняя компания. Аналогичная история уже случалась в 2012 году. Тогда иногородние подрядчики высадили цветы, спустя две недели они завяли. Получается, деньги попросту зарыли в землю. На вопрос о том, когда же все-таки начнется озеленение, директор «Чистого города» разводит руками. Я не могу сегодня сказать, как я могу сказать, когда они будут озеленять, если они не знают, кто такие. Они ко мне со мной не встречались, не разговаривали, что я за ними буду говорить. Вы же снова сказали, что удачно сказал, что Петрович сказал, что они хотят у них все подряд взять. Какие-то там условия им ставят. Ну, они отказываются от этих условий. А как будет компания озеленять? Может, они приедут? Я не знаю, я не знаю, как. Вы же проводили конкурс? Мы проводили конкурс, там написано, чтобы мы, чтобы они до 10 июля все высадили уже. Также в «Чистом городе» заявили, что контракт они не подпишут, пока собственными глазами не увидят саженцы. По документам, цветы должны украсить Наринмарский Арбат, Лисозаводской парк, территорию Обелиска Победы и городские памятники. Пока же эти памятники украшают искусственные цветы. Ну, а самая главная загадка в этой истории – когда же начнется высадка живых саженцев. По контракту эти работы должны быть выполнены в срок до 10 июля. Впрочем, учитывая тот факт, что саженцы еще даже не отправились из Архангельска, а доставлять их сюда будут на барже по морю, и на это уйдет как минимум три дня, неизвестно, успеют ли архангельские озеленители в срок выполнить работу. Алина Волучейская, Александр Дуркин, Телеканал «Север». Ну, а в Андиге уже этим летом частично решится, пожалуй, главная проблема местных – отсутствие на деревне спорта. В деревне возведут универсальную площадку под открытым небом. Она станет первой в истории населенного пункта. Летом люди смогут играть в футбол, волейбол и баскетбол, зимой в хоккей. Спорт сооружения построят на средства выигранного гранта. Сумма довольно большая – 5 миллионов рублей. Такие цифры назвала глава Андига во время презентации проекта социально-экономического развития сельсовета. О будущем самого малочисленного муниципалитета в следующем репортаже. Андиг – деревня с уникальной историей. Всего несколько десятилетий назад здесь проживало около 600 человек. Затем сложные времена, распад колхоза. Многие люди потеряли работу и уехали из населенного пункта. Сейчас же в Андиге по факту проживает около 200 человек. Печальная статистика. Среди них молодежи – единицы. Выпускник Наринмарского ПТО Виктор Пескишев родной Андик приехал ненадолго. Поможет родителям по дому, затем снова сборы, ближе к городу, искать работу. Строить свое будущее молодой человек здесь не собирается. Говорит, перспективы нерадужные. Впрочем, приток населения в Андиге все же наблюдается, сказала Валентина Абакумова, выступая с презентацией социально-экономического развития муниципалитета. В прошлом году количество жителей увеличилось больше, чем на 10 человек. Приезжают в основном молодые специалисты – это врачи и педагоги. Сейчас ждут учителя физкультуры. Деревня в нем нуждается особо, как и в спортивном зале. Зал спортивный нужен не только для школы. Он нужен и для детского сада. Он нужен для населения. У нас здесь работает совет ветеранов. У нас есть молодежь. Нам негде проводить спортивные мероприятия. Нам негде проводить спортивные праздники. Сооружение появится. Не фок, конечно, но тоже современное. В деревне построят универсальную спортивную площадку под открытым небом. Летом – волейбол, зимой – хоккей. Проводить досуг на свежем воздухе сможет каждый житель – и стар, и млад. В этом году обещают построить. Думаем, площадку построят, хоккейную коробку, все такое. Особое место в социально-экономическом плане развития муниципалитета занимает сельское хозяйство. Местную ферму закрыли 14 лет назад. Возродить животноводство пытались, но дело прогорело. Тут же занимались частным фермерством. Что-то подержали год-два, да и все. Попытка номер два должна стать удачной, обещает власть региона. Условия для энтузиастов созданы. В регионе существует система грантов, бесплатная юрпомощь и, конечно же, субсидирование готового продукта. Сегодня эта субсидия позволяет, как правильно сказал Олег Ануфриевич, собственнику и держателю одной коровы зарабатывать 30 тысяч рублей в месяц. Плюс-минус. Это одна корова. Соответственно, две, три, четыре, пять умножайте дальше. Но участники замахиваются на большее. В планах создать ферму, где будут содержаться как минимум 20 голов. Возродить хозяйство в Андиге намерены уже в следующем году. Где-то в СМИ прозвучало, что мы собираемся строить ферму, мне уже звонят. Возьмите меня дояркой, если построите. Бизнес в самом малочисленном муниципалитете субъекта вообще развивается стремительно. Хозяину этого магазина, одному из первых в регионе, удалось реализовать совместный проект администрации округа и Сбербанка «Безналичный НАО». Купить необходимый товар здесь теперь можно не только за наличные, но и по карте. Удобнее. Как для населения, так и для нас. Но проблемы есть с интернетом. Проблемной остается и сфера ЖКХ. За последние 36 лет в Андиге возвели всего два жилых дома. В улучшении условий нуждаются 39 семей. Некоторые решили действовать самостоятельно. Они построят дома по региональной программе с 70 на 30. Условия выгодные. От стоимости затрат семьи оплатят всего 30%. Остальное округ. У людей какая-то надежда появилась. Со строительством хотя бы тех же домов. Баню, может быть, он, конечно, когда-то и закончит эту баню строить. Но все-таки надежда у людей появилась. И возвращаются. Молодежь возвращается. И это, пожалуй, самое главное. Ведь, как говорится, без молодежи нет будущего. А что касается проекта, представленного главой Андикского сельсовета, то к сентябрю он будет доработан и при необходимости получит бюджетное финансирование. Олег Танзийский, Александр Дуркин, Телеканал Север, Андик. Отправляемся теперь в Ленинградскую область. Там свою работу завершил крупнейший молодежный форум Северо-Запада «Ладога-2015». В этом году на его площадке встретились более тысячи юношей и девушек из 11 регионов страны. В течение семи дней насыщенная образовательная программа на площадке проходила по трем основным направлениям – «Слово», «Дело» и «Победа». Для молодых активистов проведены более сотни различных мастер-классов, интерактивных лекций и семинаров. А вот делегация Ненецкого округа в этом году снова отличилась своей активностью. Организаторы форума нашей команде вручили благодарственное письмо. Все подробности далее. Форум «Ладога-2015» собрал не только талантливую молодежь со всего Северо-Запада. Здесь были самые выдающиеся деятели России. Космонавт Андрей Борисенко, олимпийская чемпионка Светлана Журова, актер Иван Красько и режиссер фильма «Батальон» Дмитрий Мисхиев. И если эти люди уже давно получили заслуженное признание и известность, то команда Ненецкого округа своей лавры заработала на форуме. Здесь птицы не поют, деревья не растут, потумбрена оленем чудом бою нас ждут. Горит и кружится планета над нашей Родиною дым. А значит нам нужна одна победа, одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. С этой песней и рассказом о подвиге олено-транспортных батальонов наша команда выступила на торжественном открытии «Ладоги». В состав делегации вошли активисты общественной молодежной палаты, волонтерского движения, патриотических клубов, студенты округа, молодые предприниматели, члены Заполярной лиги КВН и журналисты нашей телерадиокомпании. Представители регионов показали творческие визитные карточки на тему «Героическая страница истории региона времен Великой Отечественной войны». Команда Ненецкого округа сразу стала фаворитом самого масштабного молодежного мероприятия Ленинградской области. Посланцам Ненецкого округа – Браво! Этот форум организаторы посвятили 70-летию победы в Великой Отечественной войне. На территории лагеря разбили военный городок. Вся техника историческая, она принимала участие в сражениях с фашистами. Автомобили, танки, зенитные орудия, пушки – всего более 30 единиц боевой техники. Мы здесь представлены как музей при поддержке военно-исторического общества. Министерство обороны представили экспозицию, то есть из-за технику времен Великой Отечественной войны, которая сохранена, то есть вся действующая, то есть на ходу, то есть некоторые экспонаты имеют историю, как, например, вот плавающий танк Т-38, вот, и были подняты с Невы. Танк и еще несколько экспонатов пролежали на дне легендарной реки более 60 лет. Но самое интересное, что, несмотря на такой большой срок, технику удалось восстановить. И на открытии форума эти раритеты показали свою боевую готовность. Боевую готовность на открытии показала не только техника, но и губернаторы команд-участников. Сегодня у них особая миссия – быть командирами своих батальонов, ведь впереди игра-мобилизация. После поздравления заместителя полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Любови Совершаевой и других первых лиц команды получили маршрутные листы и началась военно-спортивная игра. Цель – пройти все испытания и найти карту территории округа. Задание серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Противотанковое минное поле, стрельба из массогабаритного макета винтовки Мосина, метание гранат, полевая связь, штыковая атака, сектор химической защиты. А еще противопехотное минное поле, занятие позиции арт-расчетом и финальный сектор – водная преграда. Главное – не потерять равновесие. Аккуратненько. Правее передвигайтесь. Правее. Стоп. Давай, давай, давай. Молодец. Не торопись. Аккуратненько. Ящик аккуратно. Со всеми этапами команда Ненецкого округа быстро справилась и дошла до финиша в числе первых. И хочу доложить вам, уважаемый верховный главнокомандующий, сводный отряд Ненецкого автономного округа в составе северо-западного федерального округа поставленную боевую задачу выполнил. Потерь нет. Все здесь, да? Олени сыты. Задача выполнена. С открытием форума. Ура! После такого триумфа можно расслабиться и даже потанцевать, что наша команда с удовольствием и делает. Ай, шли кревецы в русском вальсе сквозь года Помнит сердце, не забудет никогда Следующий день оказался не менее насыщенным. Нормы ГТО делегация округа выполнила и показала лучший результат среди 11 команд участников форума. В беге на дистанции 100 метров Александра Столярова пришла первой. Заключительные дни форума – это репетиции, пока с масштабного спектакля летел голубь режиссера Дениса Воробьева. Участие в нем принесло нашим ребятам всеобщее ладожское признание и любовь. По словам руководителя театральной площадки Людмилы Манониной, ребята из Ненецкого округа на Ладоге были самыми поющими и талантливыми. Песню «Тальяночка» исполнил Павел Поздеев. С первых нот ему уже подпевал весь зал, а уже после концерта весь лагерь. «Тальяночка» стала хитом форума и ушла, как говорится, в народ. После премьеры спектакля летел голубь, зал встал и 15 минут аплодировал стоя. «Молодцы! Молодцы! Молодцы!» После такого триумфа наших ребят теперь ждут не только на Ладоге, но и в культурной столице Санкт-Петербурге. Председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области Анна Данилюк, отметив яркое выступление наших ребят, высказала пожелание создавать совместные проекты с Ненецким округом. Львов Пермякова, Александр Дуркин, телеканал «Север». На этом все. Такое запомнилось с этой недели нашим корреспондентам. Итоги следующие, как обычно, в воскресенье. Беги к себе! До встречи на «Севере».